Привет, привет всем! Вчера я устроил сам себе выходной. Так сказать, не работал, но занимался важным делом. Перегонял второй раз чачу. Сейчас я все это залью в большой специальный кувшин и начну перегоняться. Как вы думаете, сколько из этой 38 литров самогона получится качественная? 60 градусовая чача. Пишите ваше мнение в комментариях ниже. И потом в конце видео мы вместе узнаем, сколько именно мы получили качественных продуктов. Кому интересно, эта процедура присоединяйтесь и смотрите это видео. Вы узнаете важные детали об этом процедуре. Чача перегоняется два раза, реже один раз. Два дня назад я перегонял первый раз отжимки винограда. И получилось у меня 38 литров 40 градусовый напиток. Но сейчас я перегоняю ее второй раз, чтобы чача вышла более крепким. И освободить ее от непосторонних вкусов. Второй перегон дает более качественный продукт. Чачу с удовольствием пили царские казаки, офицеры советской армии. И если не все, то большое количество российских туристов готовы не упустить в момент, чтобы дагустироваться настоящую чачу. Именно из-за ее популярности многие фальсифицируют ее. Как вы знаете, чача это спиртной напиток, получающийся из твердой фракции отжимки винограда после брожения и перегонки. Существует как домашнее, так и промышленное производство. Для изготовления чачи используют гроздью винограда вместе с гребнями и отжимки, остающиеся после производства вина. Это именно тот напиток, которого Сталин на Ялтинской конференции подарил Черчиллю и Рузвельту, и которое ранее им не было известно. При этом Сталин заметил, это, по-моему, лучшая из всех видов водки. Правда, я сам ее не пью. Да, чача это самый известный напиток в Грузии, который имеется почти в каждом семье, чтобы угостить гостя. Но многие сами грузинцы не так часто пьют ее, потому что предпочитают вино. Вот начальный первый поток получился 80 градусов. Будем следить, что произойдет дальше. Вторая трехлитровая банка тоже 80% состава спида. Третий получился тоже 80 градусов. Четвертый тоже более 70 градусов. Шестая банка 60 градусов. Седьмая банка почти 40 градусов. Восьмая банка почти 30 градусов. Девятая и последняя трехлитровая банка 20 градусов. В итоге за 4 часа перегона я получил 27 литров. Потом все это вместе разбавил и получил 27 литров высококачественную 60% водку чача. 27 литров чача это не много и не мало. Плюс еще 7 литров прошлогодней чачи. И на весь зиму хватит. Есть конечно и 300 литров вина. Наверное, многим интересно, откуда все это. Вот покажу хозяйству, откуда все это получают. Есть небольшой талавер винограда. И вот тут еще виноградник особого сорта. Лечхунский цалекаури. Ежегодный урожай винограда тут от 300 до 500 килограммов. Ну и друзья, так как мы получили 27 литров высококачественную чачу, остальное примерно 11 литров отработка осталась в кухине. Ради интереса я измерил процентное количество спирта, которое осталось в нем. И оказалось, что там еще довольно высокое количество спирта. Около 20%. Но мы дальше ее не выгоняем и не употребляем. Мы просто ее выливаем. Ну и друзья, много что можно рассказывать об этом напитке. Но я попрощаюсь с вами. И следите за моим каналом. Скоро я опубликую интересное видео на автомобильном тематике. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...